Ощущение бессилия. Это вот самое страшное во всем этом, когда ты видишь, что человек страдает, и ничего не можешь сделать для того, чтобы прекратить это. И за последние годы в ИК-6 проделана большая работа по захоронению и признаванию... Избили меня руками, ногами, знаете, вот когда бьют, не разбирая, куда там ботинок прилетит. Вот били именно так. В общем, за полтора месяца меня били чаще, чем за всю мою жизнь. Ко мне пришел в камеру начальник оперативного отдела. Очень мило со мной беседовал. Да ладно, че ты-то, ты же знал, куда едешь. Ну, знал, конечно. Да, знал. Но то, что вы здесь, короче, людей... Заблите. Простите меня за это выражение, вот этого не знал. Простите меня за это выражение. Сам город Амутнинский, поселок Восточный, вообще там вот этот клан зоновских мусоров чувствует себя вольготно. Там дети носят в 7-летнем возрасте, в 6-летнем возрасте, у них одежда-камуфляж. Ну, так это, знаете, чтобы быть как папа. Так, в принципе, ничего сложного. Убираем все лишнее, и все. Полутораметровое бревно можно превратить в медведя всего лишь за неделю. Сейчас деревянные медведи, кабаны, сказочные герои украшают территорию исправительной колонии номер 6. Там есть и сексуальные игрушки, вырезанные вот такие вот игрушки, там, да, как это, дил, да, я не знаю, там, резиновые есть, деревянные. Я видел слепленные из снега даже, для того, чтобы каждый, кто приехал на этап, для того, чтобы они пришли и вот, знаете, вот, как это называется, церемонию провели, что вот мужской половой член и вылепленный из снега и раскрашенный красками. Там очень любят детские игрушки из снега. Вот такая церемония, надо было прийти и то ли поздороваться с ним, то ли там поклониться ему, и это, как бы, доказывало, что ты приехал не для того, чтобы здесь возмущаться. И все, которые через эту процедуру прошли, ну, как бы, вот, это было для них испытанием таким, вот, будут ли они слушать администрацию или нет. Вот, там, пиписьки клоняюсь уже даже, короче, вот, так. Закончили в кабинет. Закончили в кабинет. Повалили на стол. Повалили на стол. После этого камин, задний проход за стол. Это предмет в виде палки. В виде палки. Кто это делал? Это делал начать на войне к другим горшинствам. Передо мной там трясли, короче, половыми органами, пугая меня, вот, сексуальным насилием. Причем, да, это все делали именно сотрудники. Именно сотрудники. Там не было ни одного зэка. Каждый сотрудник ко мне заходил, и вот они мне пытались объяснить, каждый, с применением физической силы, что я должен представляться, выполнять все требования беспрекословно. И плюс ко всему, еще проводилась такая психологическая подготовка, ну, с целью, наверное, вот, ну, сломать вот волю к сопротивлению, как-то меня испугать. Они мне все рассказывали, что, ты знаешь, у нас здесь кто начальник, да у нас начальник здесь Бибик, ты слышал про Бибика? Да вот сейчас придет он, и ты тут вообще, короче, ты будешь тут сапоги целовать, и, ну, все в таком духе. Заказов на продукцию колонии становится все больше. Люди зарабатывают. А значит, могут платить за свое содержание, снижать нагрузку на бюджет и рассчитываться со своими долгами, чтобы вернуться домой свободным человеком. Работать, могут обеспечивать как себя, вот, также платить судебные обязательства, вот, которые имеются судебным решением. Но не стоит забывать, что это все-таки конкурс, а значит, есть и свои победители. Чтобы быть максимально объективными, руководство колонии создало специальную комиссию. Соревновываются между своими отрядами, вот, кто лучше сделал композицию, вот, за это они получают благодарность, то есть, поощрение, вот, кому, какое, вот. Когда зашел начальник, он зашел вдвоем с заместителем безопасности и оперативной работе. Карипанов Виктор Геннадьевич. Они меня избили уже так, что я чувствовал последствия этого на протяжении где-то, наверное, месяца. После того, как они меня избили, он вышел из камеры со словами, так, все, с ним сейчас будем работать. Мне заткнули рот моими же собственными трусами, уложили на этот стол, жопой кверху. Извините меня за такие скабрезные подробности. Застегнули мне наручники на руках. Меня просто тупо начали бить вот этой вот резиновой палкой. Били так, что на следующий день или через день меня опять вызвали из камеры. Завели в кабинет, в котором ведет прием начальник колонии, в котором происходит комиссия дисциплинарная. Завели в кабинет, там сидел начальник колонии. И, как я впоследствии узнал, начальник санчасти. Женщина. Сняли с меня штаны, развернули меня к этой бабе, к этому бибику, развернули меня задом, короче. И они просто мило похихикали, глядя на то, что у меня от лопаток, начиная, и до самых пяток просто одно такое синее пятно. Там такое синебагровое, вот какие-то, знаете, такие красно-синие тона. Черные. Я понимал, что меня не просто пугают, что это реально может произойти. Я был вынужден от своих убеждений не отказываться, а не следовать своим убеждениям в какие-то моменты жизни, вот только лишь потому, что была угроза вот такого характера. В исправительной колонии особого режима номер 6 Амутнинского района прошел день открытых дверей. Учреждения посетили родные осужденных и члены общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Гостей ждал творческий сюрприз, на котором осужденные показали небольшой спектакль и исполнили песни собственного сочинения. Ты береги себя, мама. Очень тебя хорошо. И помни всегда, как я очень тебя люблю. Добавим, что в целом со стороны осужденных жалоб на условия содержания, качество медицинского обеспечения и действия администрации исправительного учреждения не поступило. Михаил Конышев при содействии пресс-службы УФСИН России по Кировской области. Нужна, ну как бы я не знаю, наверное, политическая воля для того, чтобы это все поменялось. А если ее нет, там ничего не поменяется. А если ее нет, там ничего не поменяется. Действительно, коммуния пользуется сомнительной репутацией. То есть из этой коммунии часто поступают жалобы на то, что там применяются пытки. Осужденные рассказывали о каких-то фактах издевательств над ними. Ну, например, когда осужденному угрожают применением сексуального насилия. Говорят, что его, значит, вот с ним сейчас определенные действия сделают. Да, там может быть даже такого ритуального характера. Ну, вот там мочой обольют, например. Вот ему сейчас там, значит, заставляли человека там таким деревянным половым членом, мужским себя по голове стучать. Вот такие вещи, да. Такие ритуальные опускания. Для осужденного это очень серьезная угроза. Многие люди скорее дадут себя убить, чем позволят такое сделать. Жалоб на какие-то прямо вот зверские избиения не было. Хотя жалобы на избиение были. Я обратился к господину прокурору с просьбой. Я говорю, вот при вас осужденные сообщают о преступлении. Вы как прокурор, раз уж вы здесь присутствуете, ну вот будьте добры официально это зафиксировать. И ему пришлось доставать официальный бланк, брать у этих осужденных официальное объяснение. Вопрос в том, что сейчас эти осужденные остро нуждаются в квалифицированной юридической помощи. Нам сейчас нужно обеспечить не просто юридическое сопровождение, этих осужденных, а юридическое сопровождение хорошими адвокатами. То есть нам нужны адвокаты, которые на основании ордера в любой момент будут приезжать в то место, где будут проводиться следственные действия с этими осужденными, и в них участвовать. Потому что иначе, я вот нисколько не сомневаюсь, что либо на стадии прокурорской проверки, либо на стадии там профессуальной проверки это дело будет, что называется, замято. Вы знаете, я вот, например, не знаком с показаниями, с объяснениями, которые давал Чемия в прокуратуре. Но я с ними с большим удовольствием ознакомлюсь, и я думаю, что нужно будет давать показания следователям Следственного комитета, которые, я надеюсь, будут работать по жалобам наших заявителей, касающихся событий, которые происходили в ВК-6, в Кировской области.